Женская дружба ещё как бывает. Например, жительницы деревни Большой Рожин, Солигорского района Елена Иосифовна Ковтик и Надежда Филипповна Зиневич уже много лет не разлей вода. Они вместе росли, работали в колхозе, а теперь вот решились ещё раз испытать свою дружбу – вместе провести зиму в доме Елены Иосифовны. Мы предложили, Центр социального обслуживания предложил им объединиться. Ну, конечно, немножко подумали, подумали и согласились. Вот сейчас они проживают по одному адресу, ведут один общий бюджет. Конечно, им легче. Они закупили дрова на зиму, социальный работник приходит, им помогает. Мы в жизни разом. Мы годовались разом, работали разом. И на пенсии всегда были разом. Чем плохо? Такая форма работы, как дом зимовки, удобна как социальной службе, так и пенсионерам. У социальных работников оба подопечных под присмотром. Пожилые вдвоём меньше тратят на отопление и заботятся друг о друге. Дом зимовки – это малозатратная форма жизнеустройства пожилых граждан. Она была внедрена в 2013 году. На сегодняшний день на территории Солигорского района уже организовано пять домов зимовки. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем целенаправленную работу в данном направлении. В декабре планируется ещё организация двух таких домов, когда на зимний период объединяются одинокие пожилые граждане. Основной целью организации дома зимовки является преодоление чувства одиночества. Зимние вечера – они очень долгие, поэтому вместе коротать их, конечно, веселее. Обе женщины неконфликтные и аккуратные. Эти качества помогают им мирно сосуществовать в одном доме. У обеих большие семьи. Дети живут недалеко, приезжают на выходные, помогают родителям. Одна в Красной Слободе, другая в Уорсе, двоих в Солигорске, сыны, один в Старогене. И всё, вся моя жизнь. Приезжают, не забывают, помогают. Благодарны детям. Дети меньше и в Минску. Двое в Старогене, дочка и сын. И дочка тут, вот, в Рожане. Она помогает вам? Помогает, чему ж не помогает. Однако дети не могут быть с мамами постоянно. У них свои семьи и заботы. А вдвоём веселее и ждать детей в гости, и радоваться, и горевать. Вот добрые поговорим в двух. Добро победуем и поплачем. Бываешь и такое. Кроме разговоров, женщины проводят досуг за просмотром телевизора и чтением духовной литературы. В доме чистота и уют. Покрывало, коврики. И рушники – работа самой хозяйки. Елена Иосифовна в прежние годы ткала, вышивала, вязала и держала большое хозяйство. Сейчас из живности только куры в сарае. Их бабушки кормят сами. В других заботах по дому помогает социальный работник. Зинаида Ганич уже несколько лет обслуживает этих двух женщин. Кроме них, у неё на попечении ещё шесть одиноко проживающих пенсионеров. Жительниц дома зимовки Зинаида Алексеевна навещает трижды в неделю. Как всегда, зима прошла. Дрова топлива, овощи из хранилища, продукты приносим у себя. Аптека-то наша. Коммунальные оплачиваем. В доме убираем. Если понадобится, уже пищу. Иногда сами готовят. Иногда надо такие, что пищу готовим. Моем посуду. Убираем в доме. Снег чистим. Часы два-два с половиной только у них. Хочут уже и поговорить, хочется и зарабить, хочется и мусорики вынести. И всё. Вреди одинокие люди. Вреди хочется им попшаться. Всего в Солигорском районе проживают около тысячи одиноких пожилых граждан. Центр социального обслуживания населения в работе с ними делает ставку на инновации. Такие, как дома зимовки, приёмные и гостевые семьи, дома сезонного проживания, которые позволяют более качественно заботиться о пожилых. А для пенсионеров это возможность провести зиму не в одиночестве.